Камчатка 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 Средство размещения Придания статуса И определенного класса В итоге Повышение Конкурентоспособности Предприятий на рынке Ну что ж Ждем очередей Полоту из ательеров О стройках Спортивная площадка Появилась в поселке Пионецком Это все благодаря Знаменитому проекту Решаем вместе Напомню Что Камчатцы Сами могут выбрать Значимый объект Который будет построен В их населенном пункте Вот Пионецка В прошлом году И решили Что им нужна Спортплощадка Открытого типа Молодцы На проекты с краевого бюджета были выделены 5 миллионов рублей. Все они успешно освоены на площади в 5000 квадратных метров. Кстати, недалеко от спортплощадки строится 98-ми квартирный жилой дом. Здание относится к четвертому поколению и рассчитано на высокую сельснику и защиту от всяких там дождей и прочих метелий. Важный плюс. Жилье могут купить граждане под льготную ипотеку в 2%, а также под сельскую ипотеку. Стоимость проекта 480 миллионов. Тему пробил в мае этого года губернатор, который поручил освоить готовую под застройку территории Пионерского и правильно сделал. Хватит детям гулять по котлованам. О спорте. Жители Камчатки приглашают принять участие в КРОССЕ-НАЦИИ. Аккурат в день города 18 сентября можно будет побегать за призами на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Лыжи можно не брать. О ковиде. Более 20 камчатских предприятий сферы торговли общепита решили коллективно уколоть своих работников и иностранцев. Цитирует замминистра экономического развития Камчатского края Ингу Мандрик. Для полного прекращения распространения коронавируса необходимо обеспечить коллективный иммунитет. Эта задача может быть решена только через вакцинацию. Просто и понятно. Кстати, на Камчатке привиты более 82 тысяч человек. По сути, треть обитателей полуострова. Всего в России укололось чуть больше четверти населения. Так что мы молодцы. Об учебе. На Камчатке Краевое министерство образования отчиталось о готовности к местному этапу Всероссийской Олимпиады школьников. В этом году Олимпиада пройдет в онлайн формате по физике, химии, биологии, математике, информатике и астрономии. Знания. Сила. О центре города Елизово. Проект благоустройства набережной реки Палая Винка в очередной раз обсудят с жителями второго по величине Камчатского города. Кстати, проект является победителем Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. По словам главного архитектора нашего края Михаила Кудряшова, в районе Палая Винка предполагается воссоздание того парка, который, собственно говоря, был в Советском Союзе. У реки снова появятся дорожки, тропинки и лыжня. Бюджет проекта свыше 100 миллионов рублей. Удачи елизовчанам. И напоследок о культуре. 14 сентября в Малом зале Краевой библиотеки состояла встреча с Маратом Берингом, потомком Великого Командора, а также Михаилом Чириковым, род которого относятся к Симбирской ветве Чириковых. Интересных гостей для презентации проекта «Великая Северная экспедиция Беринга» пригласил издатель путешественник, член Русского географического общества Эльдар Мамата. Участники встречи рассказали о своих знаменитых предках. Память – это святое. На сегодня все. С вами был Евгений Сиваев. До встречи в сетях новостей. Продолжение следует...